Крыму выявили пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. За общий период в республике зарегистрировано 392 случая. В больницах Крыма лечение от коронавируса проходит 136 человек. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, трое в реанимации. Девятерых с диагнозом пневмония госпитализировали. За сутки в обсерваторы были помещены 55 человек. 37 – это лица, которые пересекли государственную границу, аэропорт – 16 человек. И два человека с железнодорожным транспортом, которые добрались до республики Крым. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2628 человек. За последние сутки взято под наблюдением 190, снято 119 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1376 человек. В стационарах 257 человек, поступило 10, выписано 34 человека. Также на лечении в стационарах находятся 175 пациентов с небольничной пневмонией. 12 из них тяжелых. Число госпитализированных за последние сутки с подтвержденным диагнозом небольничной пневмонии. Состояло 9 человек, выписано 16. В обсерваторах количество человек увеличивается. Всего 995 человек. Изолирован за сутки со всех мест 129 человек. И выбыло 22 человека. Динамика распространения коронавирусной инфекции в Крыму остается положительной. Жители соблюдают масочный режим. Ну, так как я сама медработник, видела все это. И очень прекрасно понимаю, что надо обязательно, особенно у того, у кого многодетные семьи. Потому что все-таки опасность есть заболеть. Поэтому, я думаю, что в маске нужно ходить. Конечно, я неправильно, нужно так вот ходить. Но это помещение, на улице, в принципе, можно вот так. Я считаю, что это максимально важно, потому что нужно оберегать и свое здоровье, и своих близких от заражения коронавирусом. В сложный период государство уделяет внимание многодетным семьям. Вчера пенсионный фонд начал проводить денежные переводы. Почти 189 тысяч детей от 3 до 16 лет получили по 10 тысяч рублей.